всем привет сегодня буду заниматься моделированием civil 3d инженерных сетей лимневой канализации эту работу я выполняю по определенным требованиям заказчика и начну сейчас свою новую работу над новым объектом открою civil 3d для начала и для начала возьму файл в котором уже выполнены определенные настройки стилей параметров списков элементов для проектирования лимневой канализации этот файлик сделан для того же самого заказчика но по другому объекту открываем этот самый чертеж модель так возьмем например вот этот вот подчеркиваю что здесь я занимаюсь не проектированием вообще я не проектировщик инженерной сети я конечно в этом насколько возможно разбираюсь развиваюсь но жизни к сетям имея отношение больше как генпланиста то есть занимаюсь взаимовязкой инженерных коммуникаций работу непосредственно с проектировщиками со специалистами своего профиля помогаю им при необходимости поднять 2d данные 3d модель в 3d модели соответственно проверяем сети друг с другом на различные коллизии так называемые и соответственно раздаю проектировщикам в обратку какие-то указания задания по корректировке поэтому у меня нет как правило необходимости делать полный спектр настроек для сетей то есть я буду сейчас пользоваться именно такими вот настройками продольного профиля плана сети конечно когда есть задачи связаны уже с внедрением с обучением с адаптацией civil 3d тогда можно взять уже и сделать полноценных шаблон с всякими стилями настройками под уже проектировщиков которые будут сразу не только моделировать в 3d но и проектировать сети в севеле такие наработки есть но я открыл их именно сейчас такой вот модель потому что она отвечает текущей задачи текущим требованиям заказчика я хочу вам показать именно практический пример они похвастаться какими-то своими наработками а это происходит по ходу поскольку постольку значит вот у нас получается сделанная модель которую мы делали совместно с проектировщиком то есть я работаю здесь со специалистами в тесной взаимосвязи то есть постоянно мы через ватсап через различные средства коммуникации взаимно общаемся помогаем друг другу разобраться с различными вопросами вот например здесь была тема с лосс где проектировщик не объяснял как это все встроено откуда куда идет я соответственно это все моделировал потом в процессе моделирования выявлялись ошибки которые допустил проектировщик работы с 2d данными то есть там разлет по отметкам был и то есть и мы совместно уже в модели с ними получили правильное проектное решение и воплотили вот в данной модели которая ушла дальше в работу здесь нужно еще тоже подчеркнуть что для моего заказчика очень важно используется 3d моделирование из-за того что работа ведется стесненных условиях заказчиком и проектирует и занимается строительством стесненных условиях множество инженерных коммуникаций множество инженерных сетей и соответственно нужно много времени проводить на их взаимодряску взаимовязку и лучше конечно это делать в 3d модели на стадии моделирования проектирования нежели уже разбираться с сетями непосредственно в процессе строительства как это у нас часто в жизни бывает и уже с большими куда большими затратами сил и средств устранять уже разные недоразумения ну кроме проект на сети еще моей сфере работ является еще поднятие существующих инженерных коммуникаций мы про это тоже еще как-нибудь вместе поговорим там есть свои нюансы свои особенности естественно сейчас заканчиваем любоваться значит и сохраняю я все что у меня здесь есть в текущей модели в текущем я чертеже как шаблон ну шаблон такие периодически для работы я делаю сохраняя у меня в принципе как бы шаблон таком есть для ливневой канализации но в который был сделан еще по более раннему объекту вот но в процессе значит работа над следующим объектом я взял за основу естественно шаблон что-то допилил что-то доработал что-то добавил и вот эти добавления в шаблон не занес еще конечно можно и по-хорошему когда работают несколько специалистов на предприятие ввести как бы шаблон более как бы аккуратно то есть какие-то настройки какие-то стилей которые делаются добавлять в этот шаблон для общего использования но я здесь работаю получается как бы сам собой с одним специалистом поэтому здесь у нас все гораздо как бы теснее проще и все новые вещи они получаются в текущем чертеже значит я сейчас проверяю нет ли у меня каких-то сокрытых слоев включаются слои дальше control а и смело клавиши делит хотел поработать формате стрима над показом этой задачи но потом передумал по ряду обстоятельства дни из одной из важнейших обстоятельств это то что все таки будет достаточно такой рутинной работы много вот и нет смысла да вот по множеству минут сидеть смотреть в реал тайме как я этим занимаюсь и работать до приходится как бы урывками поэтому сделаю через скринкест запись экрана и так удалил все что было перед глазами но этого недостаточно заходим трубопроводные сети сети а нормально все получилось иногда бывает то что сети не удаляется по-прежнему висят в списке сетей и приходится их уже почищать вручную с трассы тоже все удалились но в принципе да все хорошо замечательно можно сохранить как шаблон сохранить как шаблон dvt так это учебную доля рука переименовывать не буду пусть будет один есть если хотите я могу с вами кому нужно этим шаблоном в принципе поделиться пишите вот мне на адрес электронной почты пообщаемся по этому поводу и так дальше дальше у нас нужно еще сделать сколько какие настройки которые связаны уже с каталогом трупы колодцев в принципе у меня уже все готово но дело это как бы несложное и ради демонстрации ради показа я тогда бы хотел может быть это с нуля еще как бы сейчас повторить не редактировать свой старый каталог а показать вам как вот можно добавить нужные трубы колодцы нужно в стандартный каталог поэтому закроем силу 3d у меня здесь стоит вот именно свой исправленный вот тут лосс каталог значит закрываем civil 3d шаблон сохранил и перехожу в программ дата на диске цен автодеск восемнадцатый civil 19 пока сейчас использую только для работы над country китом автодеска когда country кит выйдет тогда будем работать 19 версия сейчас 18 вот папа с каталог значит я текущий каталог удаляю и разархивирую базовый который вот по умолчанию в программе поставки установлен запускаю снова civil 3d да и нужно открыть исходные данные что собственно говоря нам сейчас нужно поиметь для модели в каталоге какие элементы так сейчас задать каталог трубопроводной сети российские труб российские колодцы замечательно перехожу к исходным данным к исходным данным вот ремневая канализация вот пояснительная записка паспорт проектной документации труба пропиленовая безнапорная гофрированная я сейчас буду совсем все поделать по простому не буду что-то тут особенно вечерное выдумывать просто открою конструктор элементов и найду ту трубу которая мне явно не понадобится какая какая например попадет у нас под раздачу ну вот например трубы медные точно мне никогда не будут нужны при работе вот с этой версии измененного каталога захожу в конфигурацию элементом меня название труба пропиленовая безнапорная гофрированная я сейчас тоже буду задавать диаметром потому что опять же подчеркиваю работаю под определенные требования заказчика конечно вы можете посмотреть на просторах сети найти разные интересные видеоролики я не знаю сейчас у меня что-нибудь сохранен и есть по этому поводу ссылках так вот конструктор элементу создание трубополуцу нет это было не здесь это было не здесь вот как добавить толщину стенки вот наши коллеги эдуард в частности много поэтому поводу рассказы тут гофрированные трубы с диаметром тут можно посмотреть почитать очень интересные всякие вещи реализовать можно север 3d я сейчас буду говорю их работать просто вообще мне нравится работать просто минимальными затратами север средств получать максимальный результат конечно мы можем сделать всякие как бы настройки по сложному созданию каким-то элементов или там более-менее сложным если это оправданно но и сейчас текущей задачи нет смысла как бы заниматься этими делами может быть это имеет смысл именно при наработке пакета адаптации для уже проектировщиков которые будут работать север 3d пожалуйста можно работать в этом направлении еще раз говорю я открыт мне это интересно вот и разные заготовки наработки также имеются дальше название изменили заходим в параметры размеров вот тут много всяких размеров я сейчас всех почитаю крестиком так лучше сверху начать можно было щелка безостановочным и теперь смотрим а значит у нас получается труба так 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 труба пропилена безнапорная гофрированная это у нас название элемента наименование самого размера да мы сейчас должны добавить так ну давайте может быть гост отправим тоже в наименование общее а вот это вот оставим уже для партнэйм да для названия уже размер элемент так я пока здесь закрою сюда добавлю гост и и вернусь параметры размера что у нас есть что можно посмотреть в конфигурации элемента диаметр трубы и вот самый под сайт с наименованием это нам вот потребуется так ну для проектирования конечно бы неплохо бы еще учитывать толщину стенки потому что нам нужно моделировать трубы по стоку вот но сейчас здесь тоже выдерживаются определенные темы связанные с оптимальностью работы вот и трубы у нас будут иметься нулевую толщину стенки перехожу вычисления вот эту мне бы сайс наим 300 миллиметров труба на 400 400 400 500 500 600 600 хорошо 300 и добавляю новые размеры так как раз строчка поднималась а вычисления значения на значение ошибся прошу прощением значение он теперь первая кнопочка активно 300 400 400 400 500 500 600 600 их сейчас невозможно до порт сайс наим изменить нужно зайти в вычисления прошу прощения конфигурацию параметра поставить процесс наим таблица задача задание значение по таблице снова вернуть значение и здесь порт сайс наим бежал вперед вот у нас будет sn8 300 миллиметров ну и дальше получается восьмерки 16 816 меняя 400 400 и sn16 508 500 600 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 конечно когда много всего настроено силы 3d это прекрасно это хорошо вот еще есть такая вот дилемма когда сторонние разработчики всякие настраивают специалистам закладывают очень много в адаптацию всего но проектировщики то этим получается фактически не пользуется очень важно именно проектировщикам разобраться как все что устроено то есть совместно с со специалистами внетриенциями детально как бы разобрать все моменты связанные с содержимым адаптации вот тогда уже на практике как бы применять все что познали все что вместе разработали окей получается изменили мы элемент сохраняем его проверяем создать проектные данные конструктор элементов вот труба пропиленовая полипропиленовая безнапорная гофрированная теперь у нас тут имеется что еще еще у нас будет труба напорно-глиэтиленовая техническая так 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 здесь у нас что здесь у нас в принципе мы можем взять типовую трубу p100 sdr 17 захожу в конструктор элементов вот у нас эти трубы 17 599 2001 то есть я 7 месяцев создавать не буду она мне так и есть эта надпись техническая ну в принципе она не обязательно и проигнорирую размер 110 на 6 и 6 должен быть такой списке размер сейчас проверим параметры размеров редактировать вот он 110 ну и для того чтобы подсайс name отображался поинтереснее просто диаметр мы зайдем конфигурацию параметра таблица вычисление значения вот сто десятка опять же по минимуму вот мне нужна труба 110 остальные не трогаю так вот этот ерунда про который я вот говорил уже ролики про систему координат жаловался что почему-то у меня многие окна не пассивилом не хотят раскрываться когда окошки открыты в сибири вот десятки windows не знаю как по как с этим делать быть значит труба без напорной полиэтилену вот у нас что в наименование давайте посмотрим наименование гост трубы напорные из полиэтилена отлично гост трубы напорные из полиэтилена дальше а что там есть еще по 100 до по 100 по 100 так давайте тогда по 100 оставим sdr 17 и вот так вот можно вместе с этой технические все еще очень хочется скопируем редактировать где тут диаметр 110 так стр 17 значит вот будет у нас такое наименование размеры элемента как и в документации остальное дальше что у нас это идут тут колодцы колодец сборных жб элементов дождеприемный колодец приемный колодец но принципе мы все давайте в этой все вещи отразим как пацаны сохраняя трубу напорную из полиэтилена перехожу в конструктор элементов колодцем цилиндрические конструкции так 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 вот гост изделия железобетонные для добровода и канализации конечно при желании можно изменить и эти наименования но у нас там скромно достаточно называется колодца вот поэтому я не буду менять наименование семейства ограничиваясь изменением параметров размеров так что у нас есть что конфигурация параметры диаметра колодца задается списком а списке у нас получается только а вот на список 700 тысяч и так далее можно сделать конфигурацию параметры даже списком у них у всех вид 1 процессный значит конфигурации параметры я поставлю таблицу перейду значение то есть я делаю вот этот папа скота в заточке тут ливнев ну конечно можно там сделать совмещенный может быть это же вместе сделаем с другие другой канализации водопроводом вот канализация уже сделал отправил может быть этом корректирует надо а водопровод еще не сделал по этому объекту вот и возможно можно сделаем объединенный с ливневкой список элементов и так что у нас тут есть так я уже скопировал буфер обмена полторы тысячи восемь восемьсот миллиметров и тысячи до три размера основные колодцы так а я не сохранил конфигурация параметры таблица таблица значение задаем 1000 остальные параметры менять не буду для меня вот важно то что написано в пояснительной записки на диаметр дальше каникуляции параметра нахожу парца из name или как он туда вот так и называется таблица значение и вставляя из буфера обмена то как он мне там зовется такая неправильно писал мне 1000 полторы 1000 диаметр дальше два дождеприемника 800 и 1000 окей чтобы сохранилась копирую наименование одного я тут видите не фантазирую мне нужно замоделировать проектную документацию вот я и моделирую ее с буквальным соответствием проектной документации как он проектировщики назвали так я и делаю что было идентично со всеми спецификациями со всеми делами чтобы не гадали что я там обозначил по-своему все вели а у них там называется по-своему так все окей сохраняем каталог элемент получается подготовили дальше закрывая текущий чертеж который создался при за открытии программы и создаю новый на основе шаблона ранее созданного рука один вот этот шаблон у меня был сделан под другой все таки каталог элементов поэтому списках элементов я найду на вкладке параметры список проектных лимниевой канализации трубы вот вот этих вещей здесь получается нет это наши собственные мои вернее при за по предыдущем готов разработки мы добавим свои собственные проект лка добавить семейства сначала добавляем те трубы которые сделали первые окей так у нас там еще что-нибудь есть добавить размер элемента добавляю все размеры окей вот они все добавились проект лка на портную сеть правил у меня тут не работают потому что моделирую они проектируем поэтому правило я тут просто удалил нет никаких правил ну когда изменяем стандартные какие-то стили и другие настройки лучше их переименовывать чтобы при импорте стилей из чертежа чертеж со стандартными нами не перезатереть нужное не нужно значит правило отсутствует дальше колодцы 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 нулевые оставляем все вещи удаляю у нас тут пока мы лос не касаемся работа на самой сети поэтому я все что связано с лос удалил так ну и здесь у нас получается дальше люки чугунные их можно конечно при желании тоже отразить в модели вот но в принципе пока мы наверное делать этого не будем просто можно сделать еще как бы колодцы с со своими вот этими наименованиями и совмещать две сети друг с другом даже можно как бы сделать просто до обязательно создать одну сеть основную с колодцами и определенным образом скопировать ставить что получилось копия и уже в этой копии разобраться для каких колодцев и люки и внести эти наименованиям колодцы и тогда можно будет считать но может быть мы это сделаем на пальчике объясню как это делается сейчас вот кратко вот будет ли это нужно практически посмотрим опять же задачи минимум есть определенные как бы требования заказчика с которыми я работаю если заказчик меня об этом попросит по люках чтобы их сделать заиноке я их сделала сейчас я пока ограничусь минимальным объемом ну как в кавычках минимальным конечно поработать придется кого ну вот объект большой вот и ограничить пока без люков просто колодцем дальше у нас идут здесь уже лосса мы их как я сказал не трогаем закрываю гостинительную записку нулевой колодец почему-то тут у меня стиль не определен поставим нулевой стиль то есть который ничего не отображает ни в каком представлении ни в плане ни в модели не в профиле и в течение тоже выключен так добавить семейство элементов дальше вот убежали вниз колодца добавить размер элемента добавляем все получаются размеры лк проект правила основные у нас тоже пустые окей все значит это сделали дело в принципе в принципе в принципе можно сохранить тогда сейчас чертеж в папке проекта вот и подготовить исходные данные начнем в принципе здесь то и готовится нам нужно будет погрузить поверхность поверхность здесь у меня уже в быстрых ссылках на данные поверхность я уж не буду с вами сейчас создавать заново вот покажу что взял здесь поверхность существующего рельефа поверхность проектную и объединил их вместе но так как тут всякие вырезы еще пришлось немножечко по выдумывать так они скрытыми получается вот черная земля вся что снаружи черная земля та которая внутри они разделены и в общую поверхность вставлены и получается вот эти кусочки черной земли снаружи и внутри и поверхность проектная это поверхность я через быстрые ссылки загружаю свой рабочий чертеж так ну давайте освобожу ссылку мне принципе взаимосвязь поддерживать не нужно модель я отправляю вместе с поверхностью чтобы она сразу была уже отдельный выбираю стиль из сохраненного шаблона получается смр отображаются треугольники горизонтали я сейчас через слои выключу и треугольники и горизонтали оставлю только границу далее снова сохраняя чертеж и открываю файл с исходными данными с актуализированными исходными данными открываю план вот здесь как видите работы достаточно много убираю лишние ссылки ссылки так удаляем линии совмещения листов они тут на одном слое проектировщика ну просто чем они мне нужны синие совмещения листов у меня листов не будет не будет все единым целым так вот эти вот меня смущает фиолетовая оранжевая наименование колодцев сквозные я конечно спрошу проектировщика ну я так понимаю что надо делать все конечно же так что тут еще не согласованной стиле слои исчезли мы выключили так не нужно дальше тут у нас еще коллектор который тоже будет нужно сделать библиотеки так его параметры над узнать этого коллектора так ну и в принципе наверное все сейчас поправлю единицы измерения проектировщики любят работать автокад используя автокад шаблон гады в этой футах поэтому чтобы было у меня все нормально сделаю метры все нормально приставки ссылкой ну и еще традиционно сделаем еще курш удалим лишнее и сохраню кая этот файлик как рука 0 теперь подгружаю внешней ссылкой со сходными данными метрах в координатах так в принципе все хорошо смотрю проверяю поверхность а легло или нет все вроде поместилось внутрь когда работал с другими сетями они в некоторых местах улезаем наружи приходилось поверхность корректировать здесь такого не требуется все попадает хорошо дальше приступим к непосредственной уже работе каким по образом нам легче бы это все сделать сейчас я как подумаем значит но в любом случае мы начинаем с того что моделируем сети в плане задаем им нужные элементы вот а потом уже нужны атрибуты элементов нужные размеры а затем мы уже превращаем эти объекты в реальные трехмерные корректируя их в продольном профиле так я сначала подумал о том не сделать ли мне как с обычными полилиниями сеть с обрисовать полилиниями превратить характерные линии с отметками определенной глубины вот и соответственно превратить в проводную сеть можно сразу в принципе делать методом компоновки выбирая нужные элементы колодца так ну давайте наверное давайте наверное попробуем сначала поработать с компоновкой вот есть не понравится передумаем главное действовать передумать всегда можно трубопроводная сеть инструменты создания трубопроводной сети называю сеть вернее даже ее можно пока никак не называть потом переименуем в проект л.к. есть он прописан мне получается шаблоне по умолчанию дальше имя поверхности вот и стиль меток колодцев можно сразу задать которые будут ображать имена колодцев и стиль меток труб и так пошли окей значит у нас идут сначала дождеприемники какие из них какие ты еще ты не очень как бы вижу где там 800 где там 1000 конечно с этим вопросом заранее хотелось поразобраться давайте посмотрим что пояснительные записки по этому поводу говорится 800 их получается 111 штук они основные а 1000 их всего 9 то есть где-то они у нас эти 9 штук затесались я пока их не вижу давайте делать все под одну гребенка 800 потом опять же можно переставить уже будет элементы одни на другие 9 штук это сделать не сложно здесь мне нужна будет консультация со специалистом держите 9 колодцев я так сразу что-то не вижу за документации тоже вот можно конечно открыть еще предыдущие вариант чертежа и посмотреть там но лучше я пожалуй прошу специалист так выбираю дождеприемный колодец и сборных элементов щелка щелка у меня получается работают стиле таким образом что колодцы отображаются вот условными знаками не дождеприемником общий до колодца это потому что мне для модели в принципе как бы даже приемники получается не нужны при желании можно конечно взять и настроить так чтобы действительно дождеприемники отображались как нужно давайте сделаю сейчас тогда удалю то что получилось там не идет видите ли видели как нумерация колодцев получается слишком большая так она идет сквозная зайду в параметре редактировать трубопроводную сеть так стильнее формат имени вот у меня тут сеть давайте тоже закроем покрасить сеть 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 вернее все счетчики обнулю проверки взаимодействия 1 взаимодействие 1 сеть вот аж 354 1 трасса 1 это потому что я создал новый шаблон из предыдущего уже тут много разных сетей было применено вот колодцев аж 3000 с лишним я сейчас начну так чтобы они у меня нумеровались изначально с единички шаблоны имени труп так и как у меня там колодцы называется d1 d2 я могу в принципе сразу в шаблоне имени вот это тело прописать чтобы потом поменьше сил тратить на переименование все равно приименовалась придется потому что не везде получится вот так вот прям подряд но по крайней мере начнем d1 d2 чтобы они пошли по тем же номерам как у нас чертежа так труба давайте как-нибудь тоже чтобы не так как он она полно у нас расписывалась во первых начнем соединиться во вторых сделаем сокращенно труба это имя объекта окей далее далее я обещал сделать стиле дождеприемников открою внешнюю ссылку здесь у нас вот такой вот блок цельный сейчас мы его и возьмем vd-8 так а ну-ка выбрать аналог vd-8 может быть так найдем другие дождеприемники эти 11 штук ну как-то не видать а вот это массивно он непонятно точно надо советоваться окей и будем делать по одну гребенку значит беру вот этот вот блок поворот 0 хоть он кривенький немножко ну ладно копирую буфер обмена закрываю без сохранения чертеж исходный и вставляю сюда тот самый блок а теперь создадим стиль с этим блоком сам был удаляем не нужен главное описание его добавилось чертеж и параметры голове стиле колодцев лк проект копировать и сделаем что это у нас еще дождеприемник дп название так здесь у нас получается заданный пользователем элемент и выбираем блок vd-8 по размерам сейчас определимся уже процессе все остальное как есть чтобы эти стиле работали сразу при добавлении элементов заглянем списке элементов проект лк и для колодцев vd-8 поставим нужный стиль теперь снова сохраняю чертеж начинаю работать с инструментами создание трубопроводных сетей так 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 метки 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 проект имя труба окей так даже приемники вот они 800 указан 1 указываем 2 так там у нас маскирование нужно было наверно отключить сейчас отключим так да и с трубами трубы 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 то у нас не те вот я вижу что у меня стоит труба 300 а здесь нужно было 400 400 и будет наверное сын 8 тоже недостаточно чертежа информации но я так понимаю что в восьмерке то у нас дождеприемником штации эту магистраль так меняю на 400 эту трубу сейчас исправлю значит колодец полторы тысячи а тут еще и наименование ну ладно как они просто минуются минуются все равно часы так сказал что с названием нужно будет разбираться уже потом с готовой модели потому что тут проектировать и ловить вот эти вот имена но это наверно возможно вот моделировать мне сейчас точно будет невозможно так дальше здесь у нас будет наверное сцен 16 давайте я посмотрю давайте наверно здесь сброшу пока посмотрю что у нас 8 16 8 16 так ну наверно да по аналогии с предыдущими проектами так оно и было давайте сейчас все таки еще гляну в чертеже предыдущей итерации что есть может быть что-нибудь полезно так ну здесь та же самая информация сама конфигурация сети еще изменилась давайте тогда исправим стиле колодцев редактировать стиле колодца дождеприемника в плане я отключаю маскирование элемента так заложение на передний план регенерацию все равно да это значит ему не нравится блок такой такой блок не нравится ну давайте исправим то есть блок с блоками заливки такая штука происходит значит сейчас ставлю блок чертеж в до 8 и перейду в редактор блок здесь какая-то где-то наверно заливка хотя нет ничего тут нету вроде ничего тут нету да поинт зачем-то а это так ну давайте закрою редактор блоков тогда что ж тебе не нравится редактировать стиле колодца штриховка колодца штриховка да у меня же включена штриховка сам колодец и штрихов вот те кто которые сделаны кружочками там получается внутри штриховка заполнение фигурой вот она и срабатывает значит штриховка колодца отключаем окей вот теперь вот то что нужно практически так девпоинтс и может быть отключить этот слой сейчас еще в настройках я сделал побледнее внешнюю ссылку чтобы было более понятно ориентироваться ну естественно с колодцами сейчас мы тоже попадать как бы получается не будем вот . вставки получается у нас блока она не совсем там где нужно рано я удалил давайте наверно точку вставки поменяем чтобы она труба упиралась в серединку сам-то колодец естественно если мы посмотрим он будет цилиндрический такой остался это просто стиль отображения именно в плане не так ну и да и труба у нас по-любому утыкаются центр этого колодца дальше получается срана и удалил блок в d8 захожу в редактор блоков и меняю точку привязки вот базовая точка пусть она мне будет здесь посерединке закрыть редактор блоков сохранить изменения вот теперь блоки так вот отображаются более человечна ну естественно их для красоты можно и нужно будет вот так как-то развернуть так что у нас еще труба давайте масштаб еще помельче поставлю с подписями потому что опять же делая модель не чертеж и чертеже да тут нужно там выноски делать всякие прочее для меня это просто как вспомогательная информация мне главное моя работа отдать модель в плане видите и так все нарисовано уже со всеми выносками значит нет у меня сотового масштаба добавлю я сейчас этот сотый масштаб список так ну вот так буду работать с нумерацией колодцев значит папа же разберемся так 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 вот эти колодцы что-то получается они же по размеру по фактическому размеру редактировать стиль план вот использовать внешнюю границу элемента то есть они отображают у нас фактический размер ну раз по факту такие колодцы пусть у нас будут они такого размера так да здесь еще почему показался такой крупный потому что у нас получается вот эти то блоки мелкие значит редактирование стиле колодца подожди приемнику поставлю размер в два раза больше окей так не в два раза это я уже прилет еще 500 недолет ну до 800 лучше значит два раза 1600 ну не сообразил сразу вот значит есть у нас получается 1 2 3 4 5 пока элементов сети с со стандартным элементами с этими отстойниками ничего не могу поделать вот добавляются проклятые поэтому приходится работать исправлять вручную так у меня новый компьютер и в принципе можно будет поискать настройку по которой рассказывал project explorer поставить ее для некого упрощения значит вот это вот задача с отстойниками то есть нужно будет вручную заходить каждый колодец менять вот эти вот настройки глубина отстойника пока ничего по автоматизации не мог придумать вот кроме вот этого дополнительное приложение которое на основе компьютер можно поставить еще накатить триалку еще раз так и это я уже буду с колодцами возиться потом когда они у меня уже будут с трубами по профилям раньше заниматься этим смыслом нет вот здесь труба 400 меня ее через переставить элемент на трубу диаметром 400 вот и дальше занимаемся редактируем сети редактировать сеть колодец полторы тысячи труба sn16 замечательно привязываясь существующему в сделанном уже ранее колодца иду к следующему следующему ну и пошел так их ставить везде 400 здесь из а16 а вот здесь там подписаны с на 16 они все подписаны значит я здесь тоже не сразу за базил нет так сказать работать она в реал тайме вот хоть на на запись то есть еще с этим делом не разбирался значит пока бросаю рисовать и исправляю свою ошибку переставляю элементы к сожалению дадут по отдельности придется пробел или enter повторения предыдущий команду очень выручает и вот так быстренько щелк 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 сейчас сделаю везде восьмерка но зато мне душа спокойно тут думал сейчас так вот не люблю я делать не глядя потому что скорее всего очень часто делают что это так вот у нас по своему разумению неправильно и приходится потом это уже корректировать корректировать как можно меньше хочется нам значит вот sn16 так что у нас получается сети как она у нас пока ложится ну как-то более-менее прилично что там с отметками отметки на нуле отметки на нуле так как колодцы они не привязались поверхности разве свойства колодцы так а почему у нас поверхности они не привязались это есть не очень хорошо мышь когда создали сеть поверх а вот поверхность нет так это не очень хорошо это придется нам сейчас заходить в каждый элемент и его как бы настраивать по высоте то есть у нас вся сеть она отлетела без поверхности к нулевым отметкам то есть дальше когда дело дойдет до продольного профиля придется в продольном профиле испытывать жуткий дискомфорт от того что у нас эти элементы на нуле и нужно их будет как-то вытаскивать поднимать тогда сейчас сделаем радикально я сейчас все что пока она создавала на создавали как видите не так уж и много всего сейчас я эту удалю и добавлю заново вот у нас поверхность осесть где-то внизу ну бывают такие вещи сейчас я просто-напросто трубопроводную сеть 1 2 тут у нас уже просто я сейчас все это лишним по удалял вот и начнем сначала инструменты создания трубопроводных сетей имя поверхности есть стиль меток стиль трубы окей вот сейчас поверхность прописан так я наверно там что-то не дощелкну что ли это невнимательно получилось но ошибки это хорошо особенно вот показе да что вы обращали внимание на какие-то характерные вещи на которые нужно обращать внимание вот нашим достаточно характерны значит начинаем заново дождеприемник раз дальше труба 400 sn82 далее колодец есть так sn16 переключаемся так а это уже надо было обратно на восьмерку вернуться запоминаю что тут нужно внести исправление и дождь приемники так теперь смотрю колодцах у нас поверхность прописалась в трубах так трубу почему-то опять 0 трубы у нас опять 0 хотелось было чтобы у них отметочки все-таки были какие-то повыше вот в принципе в принципе можно конечно их все одним махом приподнять а потом уже в профиле настраивать вот у нас отметка здесь не сильно это гуляет хотя бы чтобы она была поближе не на 0 это дальше мы в профилях все это правим 185 и 8 86 это отметка земли вот и соответственно если я сейчас чуть-чуть пониже задам но принципе можно сразу свойства поверхности посмотреть статистике минимальная отметка 184 26 максимально 190 значит если я поставлю сейчас 183 метра для труб то это будет в принципе нормально выбрать аналог начала трубы 183 конец трубы 183 главное колодцы у нас привязались поверхности и это самое главное видели тогда прошлый раз у нас сети она вся вниз улетела вместе с колодцами а почему это нормально потому что иначе нужно было находить свойства каждого колодца и каждому колодцу прописывать базовую поверхность вот так делать множество кликов сейчас я заново отрисал отрисал заново колодца то что трубу летели но все равно мы их будем править вот и и сейчас я их поднял просто все на одну отметку через свойства получилось нормально с остальниками я уже говорил что нужно будет вручную разбираться заходить каждый колодец или сделать это через project explorer ну значит потом это все дальше у нас подправиться так перед тем как мы будем работать с профилями чтобы профиль не строились такие вот 200 метровая значит есть теперь у нас эта картинка исправляет ту трубу которая сделала неправильно sn16 переставить элемент sn8 ok и теперь что у нас дождеприемники в принципе чтобы поменьше перещелкиваться да с колодцев на колодцев может быть имеет смысл сначала прогнать именно магистрали вот а потом уже дорисовать дождеприемники значит выбираю sn16 любые колодца и пошел значит у магистрали так это здесь уже просто 400 вот sn16 сюда идет даже приемника ну да конечно тут насколько разумно переключаться не переключаться это надо будет конечно по ходу смотреть я сказал одно в итоге пошел по-другому потому что лень было переключать трубу так дальше полторы тысячи sn8 и теперь вот так вот действительно сделаем магистраль sn16 и теперь дождеприемник ну как вы видите здесь работа много естественно все вот это вот прям по запись делать не имеет смысла я сейчас кусочек один обработаю в плане в плане вот с профилями тогда уже запишу часть когда уже сделаю все сети в плане так sn8 16 давайте сначала чтобы не менять все вот эти 16 сделаем в общем стараться делать конвейер на выделять однообразные какие-то действия и их выполнять одним скопом так будет быстрее эффективнее производитель так теперь сам 8 и Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ну раз я сделал блоки, тогда душа не позволяет оставлять их неровными. Сейчас пробегусь и выровняю, внутренний перфекционист этого требует, с ним я спорить не буду. Иначе потом буду спотыгаться глазами все время об эти штуки. Вот. И следующим действием, в принципе, нужно будет для плана переименовать колодцы. Так, ну эти можно не только ставить, в принципе. Квадратики расстрашивать. Ну это ориентация естественно дождеприемной решетки. Ну хотя если уж начал разворачивать, значит все развернуть, потому что дальше это пойдет в модель. Вместе с проектными данными по дороге. И если уж мы настроили стиль с решетками, то тогда в Navisworks можно будет использовать эту визуализацию дождеприемных решеток. И конечно они должны быть развернуты вдоль дороги, а не поперек. Поэтому я сейчас исправлю. Окей. Ну и дальше переименовываем. Закрываю пока инструменты компоновки. Колодцы. Делаются через окно свойств. Ну, как видите, много. Конечно, тут такой рутины в этом ролике у меня. Стараюсь не сильно мучить. Ну если что, промотайте. Так, ну вот эти номера, чтобы они были немножечко иначе. То есть, получается, здесь они не туда, не сюда, да? Так, ну или подальше, чтобы были отодвинуты. Как редактировать стиль метки. Редактировать. И смещение сделаю. Пусть будет восемь с половиной. Проможет? Ну, пусть будет так. Восемь. Пять. Пять. Шесть. Восемь. Восемь. так у нас здесь получается они для разных коллекторов для разных водостоков нумерация совпадает это не есть хорошо не есть хорошо потому что имена должны быть уникальные если я здесь опять хочу делать 8 об он я их не возьмет не возьмет не возьмет значит коллектор 1 водосток один делать либо разделение сетей на составляющие водосток один коллектор 1 наверное либо задавать в именах получается наименование какие-нибудь типа к 28 чтобы имя было уникально значит у нас получается коллектор 2 а это у нас только день ну давайте сделаем разделение почему бы нет тогда в названиях я отражу так шереметьево проект так давайте название потом объекта добавлять проект аукра все эти штуки потом лучше напишу сейчас по простому вот она сток 1 и сделаем еще коллектор 1 выбираю сеть разделить сеть и создать так только наоборот назвать по имени большой сети коллектор 1 коллектор 1 разделить создать новую трубопроводную сеть назову его до 100 к 1 поверхность стиль меток колодцев и труб и дальше что нам нам создалась вот новая сеть водосток 1 стоит трубой которая была одна выбрана нужно было выбрать тогда при создании немножко я поступил вот ну давайте чтобы совсем все было красиво я сейчас эти сети объединю немножко за путался вот выберу те элементы которые будут составлять у меня новую сеть вот нам новую сеть и их 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 так несколько что-то еще лишнюю зацепилась тогда поаккуратней прощелку а это наверно метка зацепилась нужно трубы и колодца выбрать так 6 а это уже коллектор 1 разделить сети создать новую трубопроводную сеть водосток 1 имя поверхности стиль меток колодцев стиль меток труб окей вот теперь все правильно отлично сохраняю чертеж давайте вот обычно делаю так один было теперь 11 версия промежуточной так и с нумерациями здесь и нумерацию сделал восемь девять и дошел вот сюда вот тогда теперь меня все равно тоже разных сетях значит имена должны быть свои ну раз мы их разделили принципе по своим вот эти вот коллектором сетям сделали разделение да вот просто очень не хотелось наименование колодцев дописывать там к 1 b 1 и проще дела вот для задания уникальности я может быть просто что-нибудь хитрю какую-нибудь точку добавлю 8 . пусть будет у меня вот такое вот наименование я остановлюсь на таком варианте потому что прошлый раз когда я работал с объектом ну не понравилось заказчика что вот я добавлял наименование как бы сети номерам колодцев потом хотел больше чтобы это было как соответствие проекту вот а с этими точками я думаю вполне как бы я заказчика его пожеланию удовлетворю пусть они будут там 1 . 2 сколько угодно так 5 вот здесь тоже проскочил не очень понял 6 все хорошо почему только там не сработало вот я ходу тут уже начиная как бы вот рассказывать придумаются ну как как получается действию по обстоятельствам да вот а вот потому что здесь у нас 8 повторяется здесь 8 и здесь 8 вот я разделил сети потому что как бы понимал да то что так а это у нас коллектор 2 вот чем дело потому что помнил о том что для разных сетей можно использовать свои уникальные имена дам то есть у нас получается я здесь не до конца как бы дает задача разделения сетей и уникальные имена должна именно быть внутри внутри одной сети значит водосток один смотрим колодца давайте сейчас здесь наведем порядок вот раз два три 4 5 6 можно по имени отсортировать один два три все они у нас тут имеются дальше здесь коллектор 1 и коллектор 2 вот это нужно сейчас разобрать значит коллектор 1 и коллектор 2 давайте сделаем коллектор 2 название сети и я выбираю все что относится коллектор 1 все трубы и все коллектор 1 коллектор 1 это у нас тоже на коллектор 1 правильно это 4 да потому что здесь до 3 заканчивается ли за 4 это относится к первому коллектора вот этот проводят с 9 и здесь 9 тут 9 кому несется так а ну вот коллектор 2 он прошел дальше наверх начинает несется уже коллектор 2 коллектор 1 отлично так 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 значит это у нас будет новая сеть разделить сеть создать новую трубопроводную сеть называю коллектор 1 имя имя поверхность есть так трубы 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 давайте все выберу трубы трубы 183 стал отметку отметка отметка 183 183 ну конечно можно эти отметки сразу всем в конце задать вот вот значит у нас получается коллектор 1 коллектор 1 с водостоком 1 с нумерацией разобрались нумерация труб не имеет значения дальше так коллектор 2 у нас идет дальше наверх вот он какой длинный значит коллектор 1 колодцы так d1 d1 d2 да вот те вещи которые мы прописывать за полипропиленную без напорных гофрированных она получается у нас в атрибутах описания в свойствах трубы ими размер элемента то что мы прописали в размерах элемента то же самое с колодцем у нас получается в описании колодца госсерия такая-то в имя размер элемента вот дождеприемный колодец и сборных элементов так с наименованием пойдем дальше 1 2 3 2 3 3 3 4 4 5 6 5 7 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 8 7 8 и все это уже прошло коллектор 2 ну коллектор 2 я уже буду делать с скрытой части 8 8 8 9 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 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 9 9 10 9 9 10 12 12 12 12 12 13 14 10 9 12 12 12 15 16 12 14 13 18 14 14 15 15 15 mín том же духе создаю пока сети в плане до задаю им свои правильные элементы задаю им наименование объектов вот и в следующем получается подходе мы с вами вместе настроим эти моделируемые сети уже высотном положении используя в качестве исходных данных тоже 2d данные виде продольных профилей вот они у нас коллектор 1 на 100 к 1 то есть эти продольные профили у нас послужат основой для того чтобы определить в модели уже правильное положение элементов трубопроводной сети продолжение следует всем всего хорошего